МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Правительство Нижегородской области рассмотрит вопрос о замене двухнедельного карантина для въезжающих на территорию региона тестами на коронавирус", сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Глеб Никитин. Одна из подписчиц главы региона спросила, собирается ли облправительство использовать опыт Казани, где вместо ухода на самоизоляцию после посещения других регионов люди могут просто показать результаты свежего теста на COVID-19. Таким образом, они могут сразу вернуться к своим обычным делам. Никитин ответил, что внедрение такого подхода планируется и в Нижегородской области. Но для того, чтобы начать доверять тестам, сделанным в других регионах, нужно сначала проверить, насколько качественны используемые там тест-системы. Как только оценка будет завершена, облправительство примет соответствующее решение, пояснил губернатор. Вопрос снятия карантина в Диеве будет рассматриваться в самое ближайшее время. Об этом также сообщил в своем инстаграм-аккаунте Глеб Никитин. Местная жительница в соцсети спросила у главы региона, когда карантин будет снят, ведь в населенном пункте наблюдается положительная динамика. Почти 370 человек уже выздоровели. Никитин ответил, что решение принимается только по согласованию с главным санитарным врачом и как только снизится ежедневное количество новых случаев. Вопрос о снятии карантина будет поставлен. Напомним, что 25 апреля на территории населенного пункта были введены ограничения, связанные с риском распространения COVID-19. В частности, был запрещен свободный въезд на территорию села и выезд из него. Нижегородская государственная академическая филармония имени Ростроповича продолжает выходить в эфир с записями лучших концертов прошлых сезонов. 10 июня в 18.30 в виртуальном концертном зале состоится трансляция записи концерта с участием победителя 15-го международного конкурса имени Чайковского Дмитрия Маслеева. Талантливый юный пианист выступил в сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Скульского на открытии концертного сезона в 2018 году. Это было первое и единственное на данный момент выступление Маслеева в Нижнем Новгороде. Онлайн-флэшмоб «Флаги России» стартовал в Нижегородской области. В нем может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить на окнах или балконе своего дома российский флаг и выложить фото в соцсети с хэштегами «Мы Россия, мы вместе». Лучшие ролики попадут в региональные СМИ и будут опубликованы на ресурсах Министерства культуры Нижегородской области. Акции проходят до 12 июня по всей стране. Российский триколор поднимают на кораблях, стоящих в морских и речных бухтах, размещают на промышленных предприятиях, памятниках и объектах культурного наследия.